Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда Великого Поста, Третьей Седмицы, и Церковь вновь и вновь предлагает нам отрывок из Священного Писания, Ветхого Завета, из раздела учительных книг, из раздела Писаний, отрывок из книги «Притчи Соломоновых». И сегодня мы обращаем свой взор на девятую главу стихи с 12 по 18, то есть с 12 до конца девятой главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Сын мой, если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих, и если буен, то один потерпишь. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими, ибо он оставил пути своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего, проходит через безводную пустыню и землю, обреченную на жажду, собирает руками бесплодие. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Искудоумному сказала она, воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. Но ты отскочи, немедленно на месте, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь в воду чужую, от воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета жизни. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в среду в третью седмицу Великого Поста Церковь вновь обращает наше внимание, я надеюсь, оно сосредоточенное, не притупилось за время поста, наше внимание на девятую главу книги притчей Соломоновых, стихи с 12 по 18, с 12 до конца девятой главы. И мы вчера только с вами читали ту великую поэзию Нового Завета, которая прорывается, буквально изливается на нас с первой части девятой главы. Напомню о том, что мы говорили о той премудрости, которая построила себе дом, которую мы с вами интерпретировали как церковь, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Церковь приготовит нам трапезу, и забегая несколько вперед, и как некое утешение, напоминая всем нам, что мы все-таки живем в новозаветные времена, и бескровная жертва уже принесена в искупление и оставление наших грехов. Наша задача только отвратиться от пагуб этого мира, отвратиться от злобы и искусственности этого мира к Слову Божию. И хочу напомнить вам то радостное, пасхальное слово свидетеля Иоанна Златоустого, которое было произнесено на Пасху. Его проповедь, да, придите, кто постился и кто не постился. Придите те, кто трудился в шестой, третий, девятый, десятый час, да. Телец упитанный, всем хватит, трапеза Господня. Действительно, пост важен для каждого из нас. Но у каждого своя мера поста, у каждого свои силы. И помните, что Господь каждому дает по силам испытания. И поверьте, что не нужно навешивать на других людей бремена неудобоносимые. Всегда нужно быть очень чутким человеком и понимать тот контекст жизни отдельно взятого человека, которого мы хотим своей премудростью, да, в кавычках, наставить, научить. Послание к римлянам святого апостола Павла четко говорит нам о том, что кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Ибо пред своим Господом стоит он или падает, но Господь силен восставить его. Поэтому никогда не осуждайте ни тех, кто постится, ни тех, кто не постится. Следить нужно за собой. И в смирении проходить поприще Святой Четыридесятницы. Но сегодня мы обращаем свой взор на эти слова Иоанна Златоуста, которые перекликаются с сегодняшним отрывком, как мне кажется, по моим ощущениям, перекликаются с сегодняшним отрывком о том, что мудрость всех призывает к себе. Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Но чтобы осознать это, эту глубину, мы должны пройти пост каждую свою меру. Мы должны молиться, мы должны очистить себя от греха, так или иначе. Двигаться в сторону Господа. Сегодняшний отрывок говорит о том, что мы услышали слова премудрости, мы услышали слова истины спасения. Слова премудрости, которые возвещают нам. «Придите в церковь, телец, упитанный, трапеза Господня хватит всем». Те, кто унывает, перечитайте это пасхальное слово святителя Иоанна Златоустого и воодушевитесь к прохождению этого великопостного поприща. И для тех, кто малодушничает, как раз-таки вот этот отрывок будет очень полезен сегодняшний, потому что мы видели слова о церкви, слова спасения, а теперь параллельно вот этой мудрости, которую возвещает, другая женщина выходит на арену, женщина-глупость, да? Такой образ. И говорится, женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая, садится у дверей дома своего, на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Люди идут, трудятся, стараются быть честными друг перед другом, перед другими людьми, в социальном, экономическом плане стараются быть честными, стараются оплачивать труд людской, стараются заботиться о других людях, если имеют на то возможность. Но дух лукавства и дух легкой наживы порой сбивает их с пути, подобно вот этой женщине, которая в городе кричит с различных углов. А что же она говорит? «Кто глуп, обратись сюда!» Искудаумному, сказала она, «Воды краденые, сладкие, и утаенный хлеб приятен». Это искушение легкой наживы, искушение приступить заповедь Господню, о том, что «не кради чужого, не бери у него, всегда есть такой соблазн». И это только легкая иллюстрация тех соблазнов, которые предлагаются нам глупостью, что во всех искушениях нас влечет к себе глупость в противоречие, в противовес мудрости, которая создала церковь, которая предлагает всем путь праведности и путь спасения. Так вот, глупец идет на призыв этой женщины, развращающей человеческую нравственность и уводящего его с прямого пути. Так вот, такой человек не знает, как говорит нам сегодняшний отрывок, что мертвецы там, куда она зовет, и что в глубине преисподней, в глубине преисподней, зазванной ею. «Но ты отскочи немедленно на месте, не отстанавливая взгляды твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавилось тебе лето жизни». Поэтому, дорогие, всегда, когда приступает искушение, помните об участи этих людей, пошедшими за глупостью. Не изменяйте своему нравственному чувству, не изменяйте помощи ближнему. Помните о том, что от наших поступков зависит наша будущность, будущность наших детей, будущность нашей церкви. Поэтому мы должны каждый на своем месте блюсти себя. Оступиться может каждый, но для того нам и дано покаяние, для того нам и дано прощение. Но мы должны искренне стремиться не идти путем глупости, но идти путем праведности, путем любви, милосердия, заботы друг о друге. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем внимать действительно мудрейшим словам книги притчей Соломоновых и стремиться попечения о плоти не превращать в похоти. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok